всем привет сегодня поговорим о лекарствах в турции почему такая тема назрела я знаете недавно увидела в интернете что на одной ярмарке кто там найти продают продукты привезены из наших стран косметику и так далее и стали привозить даже лекарства там какие-то обычные пенталгин для желудка там этот рейн и господи пищевую соду и так далее что что-то может пригодиться да такое и продавать здесь конечно же в три дорога пш доставка это все стоит денег почему есть потребности людей в этом конечно я понимаю что это может быть лучшие там не знаю патриоты своей страны которые любят только своего производства лекарства я сегодня хочу просто из своих бытовых вот здесь как бы сказать замечаний да то что подметок да что с чем я здесь столкнулась что здесь покупают так далее рассказать что здесь происходит в плане фармы лекарств и как турист что можете отсюда привезти для туристов это прям тема вообще так что если вам тема нравится ставьте лайк и распространяйте видео в соц сетях где-нибудь рассказывайте что из турции в плане лекарств нужно можно приобрести привезти к себе домой что здесь в этом хорошего есть так что давайте приступим давайте с чего начнем что антибиотики в турции конечно же без ли про назначение рецепта врача нельзя никакие приобрести дайте немножко расскажу про эту систему для ввода потом про саму фарму когда ты приходишь к платишь за прием я про частную клинику про государственную неважно государственно бесплатно в частной платной я хожу в платную поэтому буду со своей скажем так колокольни до об этом говорить можно мне не поправлять что вот знаете что муниципально это бесплатно в общем на приеме врача он тебе может прописать не только антибиотики какие-то назначения например тебя грипп ты болеешь там еще к этому вирус и так далее витамины тебе нужно и так далее в общем и дается идет система это фарма аптеки и больницы там идет одна общая база данных и врач во время там приема тебе вписывает выписывает в компьютере лекарства которые тебе нужно принимать даже нужно купить и тебе на руки по факту отдается бумажка на которой написан чистый код с цифрами и с буквами английскими с этим кодом ты идешь в аптеку со своим паспортом потому что ты там базе оформить да подаешь свой кимлик паспорт отдаешь этот код и по нему тебя то что там тебе выписано то есть по факту если тебе врач не проговорил какие эти лекарства нужны ну мало ли там да то ты по сути даже не знаешь что это покупаешь не вдаешься вот это есть там все уже в программе забито в аптеку приходишь сдал свой паспорт вот эту бумажку код в программе выписали те говорят какая сумма а это почему потому что по сигарте это страховка медицинская по ней гораздо дешевле любые лекарства там такая система там вроде за каждое пятое или четвертое лекарство только полную цену платишь но на вот у меня муж когда мы болели к видом вот вам скажу набор лекарств для к вида антибиотик 2 витамина 3 витамина пардон антибиотик от от кашляющей для горла таблетки еще что-то было 5 где-то лекарств наименование я заплатила за это по страховке по сигарте наши 25 лир представляете когда если идти просто это покупать это наверное в районе 250 лир я бы а может быть еще больше заплатила я не знаю но антибиотик мне все равно в любом случае не продали тогда только только по рецепту ну вот как сигарта страховка то есть это выгодно да а фармацевт в аптеке тебе на коробочках расписывать сколько раз в день рекомендации по твоему возрасту и так далее применять это лекарство там три раза в день например на голодный желудок на сытый желудок и так далее все это расписано теперь ближе к фарме про законы в турции 20 лет тюрьмы наказание если тебя уличили в подделке каких-либо и медикаментов лекарств то есть здесь нарваться на подделку не настоящий какой-то товар дорогостоящий даже как лекарство или даже витамины это невозможно я вообще здесь не слышал новостях каких-то дел про фарму чтобы так там суды какие-то были люди боятся это делать второе для того чтобы открыть аптеку естественно должен быть фармацевт урок оформлен обязательно в документах но иностранцы тоже могут работать в анталии вы можете поэтому видеть русскоговорящих помощников может быть это как продавец то не обязательно же они могут иметь фармакологическое переводчик они идут в штате но фармацевт турок естественно обязан естественно должно быть медицинская фарма высшее образование для того чтобы открыть аптеку на кого она оформляется и это как бы скажем так не монополия ты можешь открыть одну аптеку на своё фамилию и имя. То есть ты не можешь открыть сеть аптек. Поэтому, видите, ЭСАНЭ, аптека по-турецки, да, они везде разные, разные владельцы, потому что один человек может держать эту аптеку. Это не сеть, там, например, аптеки Ромашка, они по всей стране, да, или по всему городу. У них там какие-то акции, цены там фиксированы, та история и прочее. Плюс ещё аптек турецких, скажу, что если вам нужно чего-то, не это лекарство, его под заказ, ну, такое обычно, вот про ковид, кстати, ковидных лекарств в аптеках было очень мало, всё раскупалось. И я такая думаю, блин, пипец, мужу надо лечить, у него посильнее было, чем у меня, температура, и я такая думаю, блин, надо уже начинать ему антибиотики, он курильщик, и мы боялись, что у него там всё, в общем, в лёгких вся история начинается, поражение лёгких, и вы не поверите, он говорит, сейчас я под заказ вам закажу, мы домой принесём вам. Домой, как из магазинов продукты доставляют, аптека тоже может домой принести, особенно с имболезом, вообще без вопросов. Есть такой, скажем, сервис из аптеки, то есть ты пришёл, заказал, тебе домой принесли. Но такого, чтобы по телефону купить, такого особо нет. Есть в некоторых аптеках, у меня такая есть у дома, но это надо идти покупать. Не все повезут, нет такого издалека, откуда-то эти лекарства какие-то, невыгодно. И я ждала заказ, 2 часа где-то, через 2-3 часа мне позвонили, я потому что сама забрала, потому что аптеку, потом могли домой привезти, если бы я согласилась. В общем, заказ аптек по лекарств, они звонили в базу, им просто курьер для меня привёз, я их заранее оплатила лекарства, чек мне дали, а привезли их через 2-3 часа курьером со склада главного в Стамбуле, например. То есть постарались, не надо мне несколько дней там ждать или ещё и так далее. Быстрая эта история. Далее, я знаю, что у меня есть фармацевты, подписчицы, всем привет, девчонки из Питера, из Москвы, кто меня смотрит, когда у меня мама болела короной, мне девчонки писали в личку, предлагали лекарства выслать, большое вам спасибо. Вам такая информация про фарму в Турции, думаю, будет интересно. Далее, про лекарства, что выгоднее и нет. В чём прикол в Турции? Вот про поделки их нет, здесь гораздо лучшее сырьё используется. Здесь есть своё производство, здесь есть Pfizer иностранные, модерны, вот это вот, про вакцины, да, если говорить. Здесь открыт рынок, открыт для иностранных лекарств. Конечно, они дороже, чем местные турецкие, но турецкие своё производство ни разу не хуже здесь. У них очень хорошее сырьё. Здесь очень многие туристы, и я вот последние годы, моя тётя, например, мама, прилетаю сюда, они покупают, едут домой, на гостинцы, на, скажем так, ну, на комплимент какой-то за границей, витамины. Те же самые упаковки, которые у вас в России, вот эти коричневые, я не помню, как эта фирма называется, я тоже их там недавно пила, их очень много всяких разных, витамины. Они, если по курсу мы доллара сравним, может быть дешевле, чем в России. Ну, вот осенью до скачка доллара здесь витамины всё равно где-то рублей на 900 в банке, на 1000 рублей, на 700 рублей, на 500 рублей в среднем. Они стоили здесь дешевле, чем в России. Те же самые производители, на полторы тысячи некоторые от производства зависят, да? Но состав ингредиентов, которых и здесь приготавливают, они самые лучшие. То есть качество этих витамин лучше, чем та же самая фирма Марка, ты её купишь, например, в России. Вот я вам по своей семье просто рассказываю. Что ещё? Здесь есть улучшенные, модернизированные лекарства, не такие, как в России. Вот у нас есть, например, парацетамол, а здесь есть парацетамол плюс. И он не просто там с чем-то намешанный, у него легче отходники, скажем так, назовём, сильнее, лучше схватывается, быстрее начинает работать, улучшенная формула. И здесь таких лекарств очень много. Всё, что вы в России знаете, здесь у всего есть аналоги, и они здесь, как правило, качеством лучше, дешевле, и доступные очень, их легко все купить, и работают внутри вашего организма лучше, быстрее. Всё, что в России, какие-то лекарства, наши старые, не устаревшие, понимаете, здесь даже производство с советских времен формулы не улучшает. Здесь всё это новое и постоянно улучшается. Здесь большое производство фармакологическое в стране идёт. Поэтому, например, я не помню название, давайте и название называть не буду, чтобы продажи не повышать, нести ответственность, кто-то пойдёт покупать, и себе навредить. Может, я не врач, да? Ну вот, есть антимигрень, средство в России, таблетки, там две штучки упаковки, антимигрень, они сейчас вообще перестали их продавать, иностранные были. Так вот эта упаковка стоила по две таблетки под тысячу рублей где-то там в среднем. Кстати, в России сразу же разнятся цены, она от регионов, цены очень разные на лекарства. Здесь в Турции одна цена по всей стране всегда будет. Ты можешь в гугл зайти, там лекарство такое, это фия цена, всё, цена вот такая, она от этой, может быть, и выше кто-то коммерчески накручивают, да? Но не сильно большая разница будет по ценнику. Так вот, лекарство здесь такое же, даже немножко другое название, состав абсолютно идентичный, это его аналог здесь и в Европе, и в Турции, стоит в два раза дешевле, там 350 что ли рублей здесь, в Турции такие же две таблетки, немножко другая упаковка. Но когда я увидела, что даже пищевую соду привозят в таких полкилограммовых упаковках с России, я, конечно, удивилась. В Турции сода, это пищевая есть, называется карбонат. Она есть в маленьких пакетиках, в отделах кулинарии, например, там, я не знаю, по 5-10 грамм упаковки, есть она с лимоном идёт, есть просто с садой, да, безвкусно, просто сода пищевая, пожалуйста, она в упаковочках по 100 грамм есть, в отделе специй выпечки, пожалуйста, её тоже как разрыхлитель, да, можно использовать, уксус здесь тоже есть, ну, уксус послабее, чем у нас, меньше процентов, но всё равно. И есть карбонат сода, которая просто в бытовых отделах, например, в Хэппи-центре, в Кипа, в Филе-маркете я видела, в отделе, где бытовая химия и средства, там тоже полкилограмма, вам, пожалуйста, карбонат, это та же самая сода, что-то там мыть, шоркать, если вы хотите, пожалуйста, всё, она абсолютно такая же, как в России, и говорить, ой, она ничего не шоркает, там, не знаю, не отмывает, или для чего вы используете, не пенится. Я два дня назад тряпала пирог, торт, трухлявый пень, советский наш рецепт, там я гасила, я решила, прям как по старинке, как в Советском Союзе готовили мои вкусы детства, один в один всё получилось, там надо было загасить соду уксуса, но я решила загасить, я купила эту простую пищевую соду, простой карбонат в отделе хлебного магазина, загасила уксусом здесь турецким, всё точно так же получилось, прекрасно, получился прекрасный тортик, трухлявый пень, то есть это работает я на то, что ничего не изменились, вкусовые ощущения от торта, всё в порядке, так что про лекарства, всю эту историю, когда вы едете туристом в Турцию, это витамины, обезболивающие анальгетики, все вот эти лекарства, пожалуйста, покупайте, здесь они, да, здесь очень, вы посмотрите просто в гугле, всегда бейте название лекарства, которое вас интересует, напишите аналог в Турции, здесь вот эти всякие форумы, где общаются люди, есть сайты на эту тему, здесь есть прям списки, как это в Турции лекарство может называться, плюс здесь ещё и язык латынь, в фарме, в аптеках, все многие знают, можно всё равно как-то догадаться, господи, даже тот же tantum verde для горла, здесь точно такой же, в Турции просто английскими буквами прямо написано tantum verde, я буквально на днях случайно это увидела, вот что я здесь не нашла, может быть вы мне подскажете, кто девчонки здесь живут, вы в курсе, оксалиновая мазь, ребёнку в нос от вирусов, не факт, что она конечно работает, я не спорю, но вот у меня есть подружка, которая ей пользуется, из России привозила, у неё ребёнок, блин, болеет постоянно, я думала, может попробовать, кто знает замену оксалиновой мази здесь в Турции, напишите мне в комментариях, буду признательна, пока не нашла, например, из недавнего по болезням про ребёнка, этот спрей, антисептик российский для горла, блин, забыла, как называется, ну, есть спрей, есть его вроде бы в геле, забыла слово, мэ, 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 ну, не очень окей, не важно, пшикаешь, и наружного применения на горло, там, убивают бактерии, когда начинаешь болеть, здесь в Турции тоже, тоже есть, с хлоргексидином, там, намешанный, взрослый, для детей есть, с прополисом, с мёдом, всё то же самое, намешанное, для горла пшикалка сладкая, так что я не буду показывать, что приклада у меня, вот, на всему аналоге есть, и даже немаленький выбор их, так что, обезболивающие, антисептики, если надо, и витамины, самая тема, из Турции все возят, конечно же, витамины покупают, потому что они не просто по курсу дешевле, они качеством гораздо лучше, или у них, здесь, кстати, сразу скажу, нет моновитамин, очень мало, они есть, но их очень трудно найти, всегда здесь витамины, они идут все в комплекте, например, там, кальций, плюс, там, не знаю, магний, или там, ещё что-нибудь, ещё там, рыбий жир вместе, моно есть, но их надо искать, не в каждой аптеке будет, но они ничем там не хуже, не отличаются, в общем, по назначению, естественно, все лекарства, по назначению врача, надеюсь, была вам полезная, если знаете свои какие-то лайфхаки, при этом замену, пожалуйста, в комментариях пишите, девчонки, советуйте, сама пойду, куплю, очень интересная будет, полезная информация, если считаете, что видео полезное, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, распространяйте обязательно эту полезную информацию для других в интернете, если вам нужна моя консультация как психолога, в инфобоксе всегда под видео моя почта, пишите, или тема письма, история от анонима, или консультация, я отвечу вам, спасибо за внимание, всем пока,